Игры плей-офф легкими не бывают, тем более, когда играют на вылет. Матч с командой Университета Лобачевского стал для баскетболистов из атома непростым. И хотя Саров старался сохранить отрыв от соперника, гости выложились по полной, заставив наших баскетболистов понервничать. Некая скованность все-таки была в первой половине у нас. Мы никак не могли игру в защите наладить. И в нападении дальний бросок откровенно не шел. То есть комбинации хорошие были, доводили ребят до свободных бросков. Ну, просто мяч не сел в кольцо. После перерыва саровчане успокоились и подкорректировали игру. В начале третьей четверти атом забил четыре трехочковых подряд и правильно сыграл в защите. Появилась раскованность, стали спокойно бросать. Итог – закономерная победа 93-76. С университетом Лобачевского атом в этом году еще не встречался. Команды играли в двух группах. Часть на площадках области, а часть в Нижнем Новгороде. У меня шесть основных игроков не приехало, потому что иностранное гражданство у ребят. Их не пустили, город закрытый. У кого-то с паспортом проблемы, кто-то просто по болезни, по травмам. Но, тем не менее, я ребятами очень горд. То есть, показали характер, показали зубы. Приехали сюда, в общем-то, с хорошим настроем. И, я думаю, нелегкий бой дали. Этот сезон «Атом» прошел уверенно по сравнению с прошлым годом. Сказались хорошая физическая подготовка. К тому же команду усилили молодыми игроками. Практически во всех играх сезона саровчане уверенно побеждали за большим отрывом. Все это у «Атома» получалось в том числе благодаря горячей поддержке болельщиков. Ребята, которые как раз молодые за нас играют, они настолько были приятно удивлены, когда приезжали за нас. У вас такая поддержка, что ноги сами бегают, что называется, и заводишься. У нас в Нижнем такого нет. То есть, вот чем как раз областные команды всегда славились, это поддержка своих болельщиков. Как говорит Алексей Ковтун, популярность чемпионата растет. Игры с каждым годом становятся все интереснее и сложнее. Команды выходят на более высокий уровень. Развивается не только Нижегородская лига, опять же, это и Всероссийская лига МЛБЛ, по чьей гидритур все это проводится. Потому что дальше же будет чемпионат России Приволжского федерального округа, по нашей стороне. И, как обычно, потом в конце финал, суперфинал, 16 лучших команд. Конечно, все хотят туда попасть. Пока у «Атома» на повестке дня финал четырех чемпионата области. Он пройдет 23 и 24 апреля в Нижнем Новгороде. Не будет там какой-то легкой прогулки. Все понимают, за что бьются. И будут до самого конца сражаться. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.